В НАТО заявили о «небывалой активности» российских подлодок в Мировом океане. Об этом пишет немецкая медиагруппа Ritgschensnitzuerg Deutschland R&D. Ссылаясь на данные НАТО, как утверждают в Альянсе, еще в середине октября этого года целый «рой» российских подлодок проник в Северную Атлантику через фареро-исландский рубеж, а затем ушел на большую глубину. Такое происходило только в напряженные годы Холодной войны. По словам пресс-секретаря НАТО Анны Лунгеску, Россия хочет подорвать единение Альянса в Атлантике. Особенно страдает ее северная часть и Норвежское море, западные военные признают, что за последние годы России удалось создать действительно малошумные подлодки, в частности, речь идет о «Бореи» и «Ясине». Кроме того, НАТО сильно беспокоят гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые Россия планирует принять на вооружение в 2020 году. Военачальники опасаются, что если субмарины с такими ракетами всплывут у берегов Европы или США, придется перестраивать все тактические и стратегические схемы, в НАТО всерьез опасаются, что Россия ударит по основному перевалочному пункту США, Бременхафену, куда прибывают корабли с американской техникой. Тогда Европа может быть отрезана. Кроме того, российский флот может просто закрыть Балтийское море.